В аэропорту Симферополя встретили 5-миллионного пассажира. В Крыму отмечают День Конституции Российской Федерации. Четырем семьям из числа реабилитированных вручили ключи от нового жилья в Нижнегорском районе. Сегодня 14 репатриантов получили удостоверение о мерах социальной поддержки. В аэропорту Симферополя встретили 5-миллионного пассажира. Этим пассажиром стала жительница Евпатории Евгения Драб, которая вместе с маленьким сыном отправилась в Санкт-Петербург к своей матери. Она признала, что это ее первый полет. Представитель аэропорта вручил крымчанке два сертификата. Один дает право на разовое посещение бизнес-зала, второй на два перелета туда и обратно эконом-классом. Воспользоваться первым Евгением Драб сможем в течение года, а вторым – до мая 2018 года. Один за одним пассажиры подходят к стойкам регистрации. Множество сотрудников и коллег-журналистов в ожидании. В воздухе витает один вопрос. Кто замкнет пятый миллион пассажиропотока аэропорта? И вот он, момент истины. Мы вас поздравляем, вы стали пятимиллионным пассажиром аэропорта Санкт-Петербург в 2017 году. Приняйте, пожалуйста. Спасибо большое. Это очень неожиданно, мы очень рады. Это наш первый перелет вообще и очень нервничаю. И тут такое, и все. Первый перелет для семьи Драб запомнится на всю жизнь. Собирались проведать бабушку в Санкт-Петербурге, а попали в такое приключение. Представители аэропорта вручили крымчанке два сертификата. Первый дает право на два перелета в любой из мест России, если только такое есть в списке авиаперевозчика. А второй – единоразовый полет бизнес-классом. С такими подарками самолет в северную столицу России увез пятимиллионного пассажира. Такой строительный шум здесь повсюду. В будущем здание аэропорта вовсю кипит работа. Аэровокзальный комплекс площадью в 78 тысяч квадратных метров в будущем сможет обслуживать больше 6 миллионов пассажиров в год. Волнообразная форма и застекленная поверхность, которая придает еще большее сходство зданию с морской волной – не единственная новинка аэропорта. Это один из 14 зенитных фонарей, которые будут располагаться по всему периметру потолка аэропорта. Его задача – наполнить светом огромное здание. Большое количество света придает зданию легкости. Просторные залы четвертого этажа, где смогут разместиться пассажиры, оборудованы открытой верандой. Такое смело архитектурное решение создают только в Крыму. Мы находимся на четвертом этаже терминала. Здесь будет расположена открытая терраса. Это наша особенность, которой нет ни в одном другом аэропорту России. И пассажир, находясь здесь, сможет почувствовать крымский воздух, сможет посмотреть на взлетающие самолеты, сможет увидеть крымские горы и еще раз погрузиться в эту атмосферу Крыма. Уже сейчас полностью завершены работы кровли здания. Внутренние отделочные работы готовы на 80%. Близятся к завершению и работы по благоустройству прилегающей территории. Монтаж металлоконструкции здания готов на 100%. Строители со всей России посменно строят крымскую волну. Что вы делаете? Мы изготавливаем стойки для металлоконструкции. Тяжелые? Да, очень тяжелые. Килограмм 81 точно весит. А за день сколько таких переносите? По-всякому. Мы же их пока изготовим, пока смонтируем. Что вы делаете? Устанавливаем перегородки из стекла. Ценностеклянные перегородки делаем. Вы сами откуда? Сами из Фелябинска. Давно-то мне? Да. Второй месяц? Второй месяц. Хотите домой? Конечно. Ну, кто как? Когда? Поедем. Да. На праздники. Новый год будем отмечать в Челябинске. Да, да, да. Все. Спасибо. С Новым годом в Челябинске. Спасибо, Павел. Пока-пока. Работы здесь не прекращаются ни на минуту. 2400 рабочих круглосуточно возводят новый аэропорт Симферополя. Работы проходят под землей, на земле. И даже в воздухе монтажники-альпинисты сейчас прямо на наших глазах состоят будущую крымскую волну. Уже следующим летом терминал примет первых пассажиров. Изюминкой аэропорта станет его доступность. Заблудиться будет невозможно, уверяют строители. Арзых Асьянова, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Сегодня в России отмечают День Конституции. Ровно 24 года назад прошел всенародный референдум, по итогам которого и был принят новый основной закон. За это время его текст практически не меняли. Поправки касались лишь укрупнения ряда регионов и увеличения срока полномочий президента и депутатов Госдумы. Специальный экземпляр Конституции выполнен из кожи варана красного цвета. Его используют только при проведении инаугурации. С 2005 года День Конституции перестал быть выходным и получил статус памятной даты. В Крыму отмечают День Конституции Российской Федерации в Госсовете. В рамках празднования наградили крымчанам внешний вклад в развитие республики, а в школах провели открытые уроки. Все подробности далее в сюжете. День Российской Конституции. Конституция, закон, права, обязанности. В Симферопольской академической гимназии урок по обществознанию сегодня не по расписанию. Несмотря на это, предмет старшеклассники изучают с удовольствием. Конституция – это основной закон государства. И каждый гражданин должен хотя бы в каких-то общих рамках понимать, что вообще дается Конституция и о чем в ней идет речь. Думаю, каждому не только гражданину, но и человеку в принципе о том, что такое само по себе государство, то есть как оно себя оппозиционирует и в принципе как оно будет себя вести. И что мы можем получить, непосредственно находясь на территории этого государства. И также то, что человек должен делать, дабы не попадать ни в какие сомнительные ситуации. Открытый урок провели и для учащихся 6-го кадетского класса. 11-летняя Олеся Смирнова хочет стать юристом. Знание Конституции ей необходимо. Она уже написала две научные работы по теме права ребенка на имя и права животных. Я выяснила, что сейчас, на данный момент, приняли, вот буквально в прошлом году приняли закон, который запрещает называть ребенка именами таких, как я уже сказала, сатана. И нельзя принимать сокращение в имени ребенка. Также сегодня в День Конституции 14-летние жители Симферополя в торжественной обстановке получили паспорта Российской Федерации. Их лично вручил глава республики Сергей Аксенов. Торжества провели и в Государственном совете Республики Крым. За весомый вклад в развитие и процветание республики отметили отца и мать семерых детей Андрея и Анну Денькович. Они получили медаль «Родительская доблесть». Уважаемый Владимир Андреевич, уважаемые депутаты, уважаемые присутствуют в зале. Большая честь для нашей семьи в этот знаменательный День Конституции России стоять здесь. Получаю с ваших рук высокую и почетную награду. Также медалями наградили представители правоохранительных органов культуры, науки, образования и инженерии. София Шукурова, Алимек Айбулаева, Аким Бекиров, Арвина Миралиев, телеканал «Меллет». В Крыму более 100 тысяч людей с ограниченными возможностями по здоровью. Ежегодно для них развивают инфраструктуру и систему помощи инвалидным организациям. Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с председателем Всероссийского общества инвалидов Михаилом Терентьевым. Судили партнерство со всероссийскими организациями, знакомыми с проблемой инвалидов. Сергей Аксенов поблагодарил присутствующих за проводимую работу в Крыму. Мы за развитие, в данном случае, инфраструктуры, развитие системы помощи инвалидным организациям. В принципе, должно быть все это переадресовано, должно быть все конкретным людям, конечно. Мы сегодня только говорили по элементам доступности, конечно, что программа, к сожалению, на темп еще на нормальный не вышла. На следующий год будем увеличивать объем финансирования. Сейчас вот сидим и просчитываем источники. Понимаем, что для некоторых людей отсутствие доступности, это все равно что нет крыши над головой, то есть для здорового человека. Если нет возможности попасть в учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты, то, конечно, это все в огромную проблему, колоссальную превращается. В свою очередь, Михаил Терентьев рассказал, что в Крыму органы власти позитивно относятся к решению вопросов людей с инвалидностью. И отметил готовность правительства республики участвовать во всех программах и оказывать максимальное содействие. Мы надеемся, что наша региональная организация крымская будет таким здесь связующим звеном. Мы понимаем, что очень много общественных организаций на территории Крыма. Мы недавно утвердили стратегию развития военной до 28-го года, где у нас не только есть внутреннее развитие, но также и взаимодействие с другими хорошими общественными организациями и партнерами, которые работают на создание полноценной жизни человека с инвалидностью. А у семей Нижнегорского района двойной праздник. В этот праздничный день четырем семьям из числа реабилитированных вручили ключи от нового жилья. Новоселов поздравил и наш корреспондент Сутанис Токаева. Вот он, долгожданный момент. Счастливым и радостным владельцам вручает ключи от новых домов. Теперь они готовы в своем собственном жилье создать семейный уют. С 90-го года я стою. 27 лет. Вот только я получила. Спасибо за чуткое внимание депортированным крымским татарам. Сагул Сунар. Среди новоселов семья Мамбетовых, которая сегодня получила просторный дом в селе Желябовка Нижнегорского района. Ранее им приходилось ютиться в аварийном жилье, где главная угроза – обрушение стен, потолка и отсутствие фундамента. Живем и боимся. Ложимся спать, боимся, что упадет. Ветер дует, боимся. Счастливый и одновременно взволнованный новосел отправился в свой новый дом. Осмотрев его, Нидим Мамбетов не скрывает своего восторга. Он до сих пор не может поверить своему счастью. Тянуть заселением не будет и уже завтра начнет переезжать. Никаких претензий. Есть ванна, теплый газ, вода. Все у них есть. В этом году для Нижнегорского района на выкуп жилья для репатриантов было выделено почти 6,5 миллионов рублей. Данная программа работает два года. Сейчас уже в районе 13 семей стали владельцами собственных домов. Четыре квартиры – это результат работы этого года. Девять квартир и домов – это наш результат за 2016 год. Всего на сегодняшний день вручены ключи от 13 домов и квартир. Теперь новоселы будут благополучно обустраиваться и готовиться встретить Новый год в своем жилье. Султанис Токаева, Иван Евдокимов, телеканал «Миллет». Кроме этого, еще три семьи получили ключи от квартиры в Джангойском районе. Крымчане стали платить налоги охотнее. Количество индивидуальных предпринимателей на полуострове выросло на 18,5%. Эти данные на пресс-конференции озвучила министр финансов республики Крым Ирина Киевика. Также она отметила, основные средства в бюджет пока идут с материка. Своим собственным бюджетом республика похвастаться сможет не скоро. Я думаю, что это произойдет, когда построят мосты, когда будет у нас железная дорога. Сразу начнет более развиваться промышленность. Наверное, нам на это понадобится хотя бы 10 лет. Министр также отмечает, что в следующем году бюджет республики составит 174,7 миллиардов рублей. Это больше прошлогоднего на 27,4 миллиардов. Цифр о ненасвоенных средствах пока еще нет. Причина – объекты федеральной целевой программы. Федеральная целевая программа так построена, что большинство объектов сейчас сдаваться будет в конце года. И, соответственно, расчеты будут идти и формы закрываться строительные в конце года. Новое пособие на первенца в Крыму получат более 8 тысяч семей. Ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка в семье, которые начнутся с 1 января 2018 года и продолжатся до достижения первенцам полутора лет, будут получать порядка 8 тысяч крымских семей. Об этом сообщила министр труда и социальная защита Республики Крым Елена Романовская на заседании Совета министров. Новый руководитель управления ФАС по Крыму и Севастополю Евгений Костюшин будет официально назначен на следующей неделе. Об этом сегодня сообщил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко. Он также анонсировал кадровые изменения в связи с задержанием заместителя руководителя Крымского ФАС Вячеслава Токарева. И еще одно назначение депутата Симферопольского райсовета назначили Сергея Донца главой администрации района. Черной комиссии одобрили вынесение на рассмотрение райсовета к кандидатуре Сергея Донца, первого замглавы администрации района и Андрея Клишевского, начальника финноуправления администрации района. Предыдущая глава администрации Симферопольского района Ирина Бойко ранее перешла на должность первого замглавы администрации столицы Крыма. Сегодня 14 репатриантов получили удостоверение о мерах социальной поддержки. Торжественное вручение проходило в Государственном комитете по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. С мест событий Айша Шлакова. Удостоверение. Подруги Айше и Хатиджей из Симферополя одни из первых воспользовались удостоверениями. Это хорошая возможность сэкономить деньги на проезде. Благодаря льготам у них появилась возможность больше путешествовать и увидеть много новых мест. Я очень, конечно, рада, что нам выдали удостоверение. Теперь будем бесплатно ездить. Прием документов на выдачу удостоверения о мерах социальной поддержки реабилитированным гражданам начался в конце осени. Уже сегодня в Госкомнации состоялось их торжественное вручение. Председатель Госкомнации Ленур Абдураманов лично вручил удостоверение. 14 репатриантов со всего Крыма получили первые удостоверения. С их помощью можно получить меры социальной поддержки. Это льготный проезд в городском общественном транспорте, на электричках и поездах, а также в пригородном сообщении в пределах Крыма. Радостный и незабываемый день. Мы очень долго его ждали. Слава Всевышнему, что мы дожили до этих дней. Мы должны благодарить президента России Владимира Путина, потому что он решает наши проблемы. Репатрианты рады, что указ о реабилитации репрессированных народов реализовывается. Выплачивают материальную помощь, выдают жилье, а сегодня и эти удостоверения. Я очень довольна, что нам дали. И что мы можем в любое время пользоваться этим. Вот это я хотела. И всем благодарна, кто хотел это и сделал, и довел до ума. Спасибо Ленурбею и вам, спасибо, уважили нас. Это радостный день для нас. Спасибо. Сотрудники Госкомнация сообщили, что в случае расхождения данных в справке о реабилитации с паспортными, необходимо предоставить решение суда. Специалистскому госкомитету также осуществляется выезд по регионам. Мы заблаговременно отделы территориального гражданства об этом извещаем специалистов, формируют они людей с заявлениями, ну то есть уже с документами необходимыми. И оперативно, быстро наши специалисты принимают эти заявления. В последующем, надеюсь, что также будут уже на местах выдаваться по истечении 30 дней данные удостоверения уже гражданам. Подать документы на удостоверение в Госкомнац можно каждую среду с 10 до 16 часов. Чтобы получить удостоверение, необходимо обратиться в Госкомнац. При себе иметь ксерокопию паспорта, справки о реабилитации, а также фото 3 на 2,5. В течение месяца документ будет готов. Айши Шулакова, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. Пограничники изъяли у жителей Крыма крупную партию наркотиков. Револьверы почти полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания мужчины обнаружены и изъяты из незаконного оборота около 17,5 грамм экстракта маковой соломы и 535 грамм веществ, используемых для изготовления наркотических средств. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчине грозит лишение свободы от 3 до 10 лет и штраф до 500 тысяч рублей. Все избирательные участки Крыма должны быть оснащены видеокамерами. Сегодня в Симферополе обсудили подготовку к выборам президента Российской Федерации, который запланирован на 18 марта 2018 года. Совещание прошло под руководством представителя избирательной комиссии Михаила Малышева совместно с Государственным советом и Советом министров Республики Крым. Он отметил, что Крым впервые принимает участие в выборах президента, поэтому все избирательные участки должны быть полностью подготовлены, оснащены компьютерами, видеокамерами. Также специалистами необходимо проводить информационно-разъяснительную работу для избирателей. Всего в республике почти полтора миллиона избирателей. Будут задействованы все 27 территориальных комиссий, 1167 участковых комиссий, плюс будут образованы еще порядка 40 комиссий, которые временно будут работать. Центральная избирательная комиссия распределила средства на проведение этих выборов. В частности, они распределены и на Республику Крым. Об этой цифре, об этой сумме мы будем говорить после того, когда получим эти деньги. А они будут направлены только после назначения выборов президента. Это были все новости на сегодня. В студии для вас работала Сана Библаев. Не переключайте телеканал Милет. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!